Состоялась очередная 19-я сессия Лиманского районного совета. Как всегда, она была нескучной, несмотря на то, что основные вопросы депутаты уже разобрали на многочасовых комиссиях, где ответственные зачитывают доклады, а депутаты коллегиально утверждают окончательный проект решения, который затем и выносится на сессию. Случайному зрителю в сессионном зале может показаться, что депутаты уж слишком быстро один за другим принимают важные для района решения. А зачем толочь воду в ступе, если ранее уже все обсудили? Куда были потрачены средства в начале года и на что планируется тратить во втором полугодии? Как будут работать котельные, школы, больницы и другие объекты социальной инфраструктуры в осенне-зимний период, если понятно, как выполняются районные программы, занятости и социальная защита населения, поддержки малого и среднего предпринимательства, инвестиционной деятельности, образования, культуры и медицины? Казалось, что может остановить этот общий дружный порыв в принятии положительных решений? Но депутаты не утвердили нормативно-денежную оценку земельного участка площадью более 7,5 гектар на берегу моря из расчета 1 гривна 32 копейки за квадратный метр, который передали в пользование на 49 лет одному из предприятий села Фонтанка. Есть право у наших инвесторов вернуться к администрации, повторно вернуться к сессии. Прийдет инвестор на комиссии, расскажет, скажет, что он уплав, и все было нормально. Другие решения по нормативно-денежной оценке, где участки оценивались в 220 гривен и 560 за один квадратный метр, нашли больше поддержки и лояльности со стороны народных избранников. Еще один земельный вопрос, который всколыхнул спокойствие депутатов, в сессионном зале поднял депутат Смирнов. По вопросам о правомирности и законности надания шести земельных делянок, загальная площадь 71-96 гектаров, которые находятся на территории Новомиколаевской сельской радости, в соответствии на правах правительства и правительства и правительства. Так поспорить приклинику массового выучения земли на территории Новомиколаевской сельской радости, так как это подрывает бюджетно-финансово-помощность По ходу сессии оказалось, что есть еще несколько депутатских запросов по этой проблеме и выделение земель организации «Надежда и помощь» происходит еще в ряде сельсоветов района. В нашем районе, конкретно по сельским советам, два инвалида, там есть предприятие, топку создали и получили на это предприятие более 700 гектар по всем сельским советам. Постины коррестувания на 49 рублей. С этой земли платежей в район не поступает, ваш сельский совет не поступает. Фактически они эту землю передали фермерам по второй форме в виде наличных расчетов. Мы это все прекрасно знаем. Поэтому я бы хотел бы этот запрос, чтобы мы его все-таки направили не геокадастер, потому что они ответят, все сгибно, чем на законодательство, да побачено. А направили в прокуратуру Комитарно-Лиманского района для того, что они имеют право обратиться в суд и скосувать данные его сакты постельного коррестувания, начать персоноисковую работу. Депутаты практически единогласно поддержали предложение коллег в том, что этот земельный вопрос требует более тщательного рассмотрения. Ведь сегодня, в период проведения реформы децентрализации, слишком болезненным для района окажется подрыв и без того скудной экономики сельсоветов.